Всем привет и добро пожаловать на канал Weapons Geek, где я рассказываю про оружие из игр, фильмов и сериалов. И в этом ролике речь пойдет про типичные игровые стереотипы, связанные с различными оружиями. И мы попытаемся разобраться, где нас обманывают, какие неточности допущены разработчиками, и что на самом деле в жизни работает не так, как мы привыкли в виртуальном мире. Стало интересно? Тогда обязательно досматривай видео до конца и ставь лайк! Давай, давай! Черт, где Майк? Ладно, хрен с ним, уходим! Кидай, кидай бабки! На все, что есть! На все бабки! Хм, ну, вообще-то этого хватит. Ты неправильно расслышал, дядя! Мы все тут покупаем! Босс, очень тяжело! Терпи! Изидроп, ну очень низкие цены! А если ты тоже хочешь офигенных скинов по низкой цене, то переходи на изидроп по ссылочке в описании. И при пополнении не забудь активировать промокод GAMIS, чтобы получить плюс 40% к балансу и выбить еще больше классных скинов. Как и сотни других довольных пользователей, которые рады играть на изидропе. И первый миф, который встречается в различных играх, это то, что глушитель для оружия якобы можно легко воссоздать чуть ли не из любых подручных средств, которые можно прикрутить себе на ствол. И нет, я не говорю про Postal, в котором вместо глушителя герой мог использовать даже кота. А про игры, в которых более-менее реалистичный сеттинг. Взять ту же самую DayZ, в которой оказывается, что снизить шум выстрела можно самой обычной пластиковой бутылкой. И ровно такую же невероятную технологию используют в том числе и в Far Cry 6. Бутылку надевают прямо на ствол какой-нибудь винтовки, и вот мы превратились в бесшумного убийцу. А в других играх для этой цели используют, например, масляный фильтр. Да, где-то разработчики все же подумали, что ради реализма стоит сделать такой глушитель хотя бы недолговечным. Поэтому хватает его всего лишь на несколько выстрелов. Однако в реальной жизни такой подход не выдерживает никакой критики. Во-первых, раскаленные пороховые газы, что выходят из ствола на дикой скорости, уже после первого же выстрела нафиг сожгут эту пластиковую бутылку. При этом заставляя ее разлетаться на расплавленные части. А во-вторых, чтобы снизить шум от выстрела, нужно ощутимо снизить энергию пороховых газов. Именно для этого настоящие глушители внутри представляют из себя сложную структуру из нескольких следующих друг за другом барьеров, преодолевая которые пороховые газы значительно снижают свою энергию и замедляются. Ну и конечно же, пластиковая бутыль внутри не содержит ничего подобного. Поэтому максимум, на что способен подобный девайс, это немного скрыть вспышку от выстрела, да и то разве что на один-два раза. А следующий миф связан с миниганами в различных шутерах. И безусловно, когда видишь в своих руках вращающуюся шестистволку, поливающую врагов шквальным огнем, то получаешь особое удовольствие от игры. Вот только в реальной жизни все было бы отнюдь не так радостно и просто. А помешали бы нам в этом деле самые банальные законы физики. Ведь хоть это и миниган, однако вес такого девайса отнюдь не миниатюрный, целых 20 килограмм. А это для справки примерно то же самое, что таскать с собой 5 автоматов Калашникова или же 10 десерт-иглов. Поэтому как минимум, столь же бодро и беззаботно, как обычно, наш герой с миниганом в руках бегать бы не смог. Но это еще только половина проблемы. Ведь из-за своей высокой скорострельности, шестистволка будет сжирать просто запредельное количество боеприпасов. Взять для примера миниган М134. Он может только за одну секунду выпустить порядка 60 патронов. То есть это минус 2 магазина Калашникова, заодно легкое нажатие на спусковой крючок. И тут вам становится понятно, что для полноценных боевых действий с собой надо иметь сотни, если не тысячи патронов. И в GTA V, например, это сразу же понимали, поэтому в комплекте с миниганом игроку сразу же давалось 9999 патронов. Однако не стоит забывать, что они, между прочим, тоже имеют вес. Так, например, каждый патрон калибра 7,62х51, используемый миниганом, весит где-то 25 грамм. И выходит, что полный боезапас в GTA V это 250 кило. И боюсь, что такое не смог бы на себе таскать даже Шварценеггер. Дальше речь пойдет уже про более фантастическое оружие, которое знакомо нам из Звездных Войн, а именно световой меч. Сразу стоит сказать, что хрен его знает, можно ли что-то подобное сделать в реальности, и это тема для отдельного ролика. Ну, допустим, что все же меч такой существует, но в этом случае возникает масса вопросов в связи с логикой его работы. Потому что ведет себя световой меч достаточно странно. В каких-то случаях мы видим, что только коснувшись тела противника, он уже безжалостно рубит все на своем пути, разрубая врагов на части, отрезая конечности, да даже в фильмах мы видим этому явное подтверждение. Однако, если вернуться к играм, то в последнее время, там иногда, принцип работы с Вистовой Саблей теряет всякую логику. И мы нередко видим, будто световой меч работает скорее по принципу какой-то пейсбольной биты. Ты бьешь им людей, а они от удара отлетают в сторону. Однако при этом, если тем же самым мечом ты ведешь бой с роботами или, например, с животными, то вот их световой меч спокойно рубит на части. Ну и что это такое? Давайте вы там уже определитесь в своих Звездных Войнах. Хотя на самом деле логика это весьма простая. Если в играх рубить людей в мясо, то такая игра получит возрастные ограничения 16+, а то и 18+. А значит потенциально компания заработает денег меньше, ведь игру не смогут покупать дети. И если у нас подобные законы соблюдаются весьма редко, то за границей на них обращают пристальное внимание. Поэтому безопаснее было реализовать в игре световой меч именно таким образом. Еще один миф про оружие встречается нам в играх, в которых присутствует стелс-тематика. И речь идет о возможности внезапно атаковать врага, который вас не видит. Взять для примера тот же Last of Us. Там игровая механика учит нас незаметно расправляться с врагами. При этом делая это так, что если атаковать врага скрытно и в момент, когда тот вас не видит, то наносить мы будем куда больше урона. То есть тот же самый лук, те же самые стрелы и по идее те же самые законы физики. Но результат-то разный. Магия не иначе. Понятное дело, что сделано это ради улучшения игрового процесса. И чтобы стимулировать игрока не идти на пролом, сражаясь лоб в лоб, а поощрять прохождение по стелсу. Вот только в жизни, поймав стрелу внезапно, когда ты этого не ожидаешь, или даже не видя ее, эффект будет всегда одинаковый. И этим же самым недочетом, а точнее сказать особенностью, обладает в том числе и Fallout 4, в котором прокачав определенные перки, наше оружие будет наносить куда больше урон при атаке из скрытности. Да, может быть в реале враг испугался бы чуть больше, словив неожиданно пулю, но его рана от этого опаснее точно не станет. Хотя я думаю, вы прекрасно понимаете, что это скорее игровая условность. И наконец, пятый миф связан с весьма популярной винтовкой M1 Garant, которая нам встречается в куче шутеров, действия которых происходят в первой половине 20 века. Здесь вам и Battlefield, и Call of Duty, и еще масса примеров. И казалось бы, учитывая широкую известность винтовки, разработчики уже давно должны бы понять все ее технические особенности. Но на деле это не совсем так. И в целом, ряде игр, зная, что M1 Garant использовала специальную обойму на 8 патронов, чтобы было удобнее заряжать магазин, создатели игры по неизвестной причине решали, что перезаряжать ее оказывается можно только тогда, когда израсходован весь боезапас. То есть вам не позволено было перезарядить винтовку, в которой остался, скажем, 1 патрон, или даже 7 патронов, и нужно было обязательно до конца израсходовать магазин. Почему? Ну, видимо, по логике разработчиков, этому должна мешать как-то обойма на 8 патронов. Однако в реальной жизни вам совершенно ничего не мешает вставить хоть 8 патронов, хоть 1, хоть 7, вы просто помещаете нужное количество вовнутрь, а остальное остается у вас в руках. Однако, видимо, в игре необычная форма обоймы сломала разработчикам мозг. А с какими вы условностями и неточностями сталкивались в играх, которые касаются оружия? Напишите об этом в комментариях. А еще, если интересуешься CSGO, то обязательно подпишись на мой канал CSGO Expert. Там ты сможешь увидеть, как топовые игроки Фейсета играют в CSGO. Сможешь перенять лучшие фишки у проигроков и повысить свой скилл, наблюдая за интересными катками. А также посмотреть, как играют в CS-ку знаменитые ребята, вроде Егора Крида, Бустера, Эвилона, или даже Оринян или Кезару. Поэтому обязательно переходи по ссылочке в описании и подпишись на классный контент по CS-ке. Субтитры сделал DimaTorzok